Воники там красивые, конечно, да, ровный козёл, кстати, то есть, интересовался. Кстати, овцы чистые, не пахнут. Сейчас, следом. Страшного, пожалуйста. Чуть-чуть, да. Хочешь порадовать, понимаешь? Ну, естественно, да. Хочешь, я вам прочитаю один стишок? Нет, спасибо, не надо. Ну, у нас и так настроение хорошее. Не особо понял, чтобы не просто такой человек к вам подошёл. А вы поэт? Стихи пишете? 50 лет. О, как, со старшем, да, это уже старш, конечно. Можете снимать. Я с детства не напил мандарины. А почему? Не понимал их сам. Они меня дразнили из витрины. Чуть-чуть. Чужок похож на огонный храм. Такие гладенькие. Нежные крюбляшки. В плетённых сеточках висели за окном. У Славика, Володьки и Наташки. Вот бы попробовать. Лизнуть их языком. Я им завидовал нутром своим. По-детски. У них родителей по два, а без меня. Ещё ж у мамки трое. Мысли дерзкие. Фантазии свели меня с ума. Хотелось в форточку открытую запрыгнуть. Хоть корочкой. Хоть маленьким куском. Свой пыл унять. И мандарины эти свистнуть. Но был я слишком маленький. Ростком. А было это перед Новым годом. Взор на стёклах. Рисовал мороз. Глотал я слюни. Мне казавшись и мёдом. С несмомерной смесью детских слёз замёрз. Пошёл домой. Рыбать картошку. Капуста заедаясь с кислицой. Года летели тихо. Понемножку. И вот. Когда я стал совсем большой. На эти мандарины развозлившись. Зарплаты первой столько накупил. Я. Я пожирал их. Я пожирал их вдоволь. Насладившись. Безжалостно. Как жертву крокодилов. В итоге разыгралась религия. Зачем умел их столько. Боже мой. Аж сердце. Появилась аллергия. И что затмило жёлтую слюной. Не ешьте люди. Много мандаринов. Хоть лопни ими. Не наесться фрок. Хотя полно их нынче в магазинах. Быть может быть в пользу. Мой урок. Я. С детства. Недовидел. Мандарины. Как вас зовут? Сергей Ситников Яхров. Вы здесь приехали на мероприятие или сотрудник? Нет. Я награждён премию. Именно за Яхрову. За свои стихи о Яхрове. О Родине. Замечательно. Спасибо за вас. Для меня Родина. Это самое святое, что есть мама, папа в жизни. Дети, внуки. Это самое-самое то, о чём я могу говорить открыто, честно и свято. В любом месте, в любом месте страны, зарубежной, российской, таджицкой, узбекской, для меня это просто Яхром. Это уголок Родины, который был освобождён первый в России от фашистов, от немцев. Это маленький мальчик Коля, который бросил гранаты в дзот. И это было освобождение великой всей России. Это был голос Левитана, который сказал, наши войска освободили город Яхрову и пришли в наступление. Это очень сочно. Это очень ёмко, громко и велико для той страны, которая называется Россия.